Всем привет! Меня зовут Касаткина Дарья, и сегодня мы с вами будем грустить вместе в рамках цикла «Негативные чувства». Давайте, как обычно, начнем с вашего опыта. Пожалуйста, вспомните, в каких ситуациях вы можете грустить, когда вы чувствуете грусть, что при этом вы переживаете, что происходит с вашим телом, что вы чувствуете, когда обращаете внимание на себя, о чем вы думаете, похожа ли грусть на недовольство, похожа ли грусть хотя бы немножечко на усталость. И пока вы думаете, вспоминаете, давайте потихоньку перейдем к опыту. Смотрите, когда нам грустно, мы чувствуем, что нам плохо, нам что-то не нравится или вообще приходит равнодушие, уже ничего не важно. В грусти наши чувства могут притупляться. Мы как будто бы такие приглушенные, и мы уходим из отношений с другими людьми, мы как бы изымаем себя, уходим вовнутрь. Но и при этом мы можем уходить от себя, уходить от этого болезненного чувства. И мы чувствуем, что что-то утратили. Есть что-то важное, чего больше нет в моей жизни. Я что-то потеряла, чего-то больше никогда не будет. Возможно, даже я себя чего-то лишила сама своими действиями. И когда через такие размышления и чувства к нам возвращаются, мы можем испытывать глубокую печаль. Что происходит с телом в момент грусти? У нас опущены уголки губ, опущенные плечи. Мы все как будто бы немножечко пригибаемся и опускаемся. Ну грусть, в отличие от страхов, либо от агрессии, это не чувство, которое ведет нас к реакции. Если мы соглашаемся грустить, то мы соглашаемся на какое-то персональное действие по восстановлению отношений с жизнью. Например, наш близкий друг или подруга уезжают за границу навсегда, и теперь мы больше не будем так часто видеться. Мы вообще, может быть, не сможем видеться и можем только созваниваться, и то не слишком часто. И грусть, которая ведет нас к новым отношениям с жизнью, как бы спрашивает, будет ли твоя жизнь такой же хорошей, как прежде, когда уехал этот человек, когда вы больше не сможете с ним встречаться. Сможешь ли ты жить эту жизнь? И второе, грусть помогает нам восстановить наши отношения с собой. Снова нас спрашивают, могу ли я с этим жить? Могу ли я как-то с этим оставаться? Или могу ли я действовать, быть в этих новых, уже измененных отношениях? И если мы не принимаем этой грусти, мы не принимаем этой потери, мы можем чувствовать боль. Что же, как же происходит сам процесс грусти? Можем ли мы сделать грусть? Нет. Можем ли мы как-то отодвинуть эту грусть? Мы можем ее задвинуть внутрь себя, но все равно она в нас будет, и когда-нибудь она выйдет на поверхность. Может быть, после прочтения книги, которая нам напомнит о нашем уехавшем друге, может быть, в момент фильма. Давайте посмотрим, как это грустить, и можно ли как-то грустить правильно. Смотрите, шаги грусти очень похожи на шаги принятия потери. И все начинается с нулевого шага с борьбы и сопротивления. Например, он звонит нам или она и говорит, ты знаешь, я эмигрирую, я уезжаю. И мы можем почувствовать в этот момент страх, ярость, отчаяние, возмущение, потерянность. И это шаг борьбы. Мы не хотим, чтобы так было. Мы еще не принимаем, что это дело решено. И мы можем начать спрашивать, говорить, ну как же так? А почему ты не хочешь остаться? Ну как же, может быть, все-таки лучше здесь? Мы боремся с обстоятельствами. Но если ситуация такая, какая она есть, мы ничего не можем в ней исправить. Рано или поздно нам приходится это принять. И мы отпускаем свой контроль, отпускаем свое сопротивление и позволяем просто ситуации происходить. Да, человек уедет. На этом шаге к нам могут прийти слезы. Мы можем начать плакать, оплакивать эту потерю. Мы уже чувствуем близость к себе, как будто бы наши отношения с собой, они возобновляются. И на этом шаге мы чувствуем очень много боли. Но что происходит дальше? Еще раз повторюсь, мы не можем сделать грусть. Мы не можем сделать шаг отпускания достаточно быстро, чтобы перейти к следующему. Нет, это происходит с нами, и мы должны позволить этому происходить в своем ритме и в своем темпе. Когда мы оплакали, ну или мы оплакиваем свою потерю, в какой-то момент в нас возникает внутренний диалог. Мы начинаем с собой заговаривать, спрашивать себя, как же я буду жить с этим или без этого? Как теперь изменится моя жизнь? Что для меня означал этот человек? Как это было важно? Как это было хорошо, эти отношения? Может быть, он представлял для меня какую-то опору, очень много меня поддерживал? Или просто нам было очень здорово и весело вдвоем? И вот когда я начинаю разговаривать с собой о моей потере, возникает внутреннее сочувствие. Может быть, мне себя становится очень жаль, но жалость – другое чувство, сочувствие более уважительное. Я уже не жертва обстоятельств, а я человек, в жизни которого что-то произошло. Возможно, после этого у меня возникнет к себе какое-то обращение внутри, я услышу свой тихий голос. Да, это ужасно больно, это так грустно. Но, может быть, все образуется, может быть, ситуация как-то поменяется, я поменяюсь, может быть, что-то еще новое произойдет, хорошее. И потом мы можем прийти к такой точке, когда нам захочется позаботиться о себе. Мы пойдем и нальем себе чашку чая, может быть, мы посмотрим наши фотографии или письма, может быть, мы снова созвонимся с этим человеком или пойдем погулять в парк. И это будет забота о себе. И вот, идя по этим шагам, проходя через горе, сожаление, диалог с собой, забота о себе, у нас появляются какие-то новые силы. Жизнь снова начинает в нас внутри двигаться, как будто после долгой зимы мы просыпаемся. И теперь уже мы можем снова посмотреть на эти отношения, снова оценить их. Этот человек, который уехал за океан, какие у меня с ним отношения? Да, может быть, мы не можем видеться каждый день или созваниваться так часто, как раньше, но теперь как будто бы наша связь перешла в другое качество. Или этот человек, он продолжает быть внутри меня, я обращаюсь к нему внутренне, вспоминаю. Ну и второе, когда мы уже подошли к этому моменту, мы начинаем смотреть не только на эти отношения, но и на жизнь в целом. А вот жизнь, может быть, она может как-то повернуться, измениться. Может быть, у меня может быть новое знакомство или какое-то новое интересное дело, которое тоже принесет мне радость, увлеченность и интерес. Таким образом, пройдя по этим шагам, от грусти и от потери, проживая все это, мы приходим к новым отношениям с жизнью и новым отношениям с собой. Мы как будто бы обновляемся. Но смотрите, какие особенности у грусти есть сложные и полезные, о которых мы должны с вами знать. Еще раз повторюсь, грусть — это чувство про настоящее, про то, что происходит, но я ничего не могу с ней сделать. Я не могу ускорить грусть или замедлить грусть. Нет, она происходит со мной, как и сама жизнь. И поэтому я могу просто позволить этой грусти быть. Прийти, когда ей надо, и уйти, когда я уже готов. Следующее. Грусть приводит меня к ценностям. Она заставляет меня заново переосмыслить, что для меня важно, что я хотела бы, что я готова для этого делать. Кроме того, это очень интересно, но грусть защищает нас от депрессии. Депрессия — это такая зимняя спячка, уход в себя, когда жизнь нам настолько не нравится или настолько для нас тяжела или болезненно, что мы не можем уже чувствовать эту боль, и нам нужно скрыться от себя и от своих чувств. Но грусть — это активное обхождение с болью. Мы согласны ее не просто выдерживать, мы согласны ее прожить и отпустить. И смотрите, грустить также защищает нас от внешней истеричности, неперсональности. Почему? Истеричность, демонстративность — это уход от своей внутренней боли во вне, и мы начинаем скорее демонстрировать своими внешними проявлениями другим людям, как нам плохо или чего нам не хватает. И не всегда мы будем поняты в этом. Но грусть ведет нас внутрь, к самим себе, мы заново встречаемся с собой, и тогда нам уже не нужно так много демонстрировать людям, но даже мы можем войти в хорошие отношения, войти в диалог, рассказать о том, что мы действительно чувствуем. Ну хорошо, в отношении своей грусти как будто бы есть больше ясности. Мы уже лучше понимаем, что с нами происходит и к чему мы можем прийти. Ну а если рядом с нами кто-то грустит, можем ли мы помочь этому человеку? Что мы можем сделать? Ведь очень часто бывает, что мы пытаемся приободрить человека или сказать ей все будет хорошо, не бойся. И в итоге мы делаем только хуже. Человек говорит нам, что ты меня совсем не понимаешь, лучше бы ты не говорил ничего. Что делать в такой ситуации? Самое главное, что мы можем сделать рядом с грустящим человеком, первое, это просто быть и никуда не торопиться. Кому-то грустно, нам ничего не надо с этим делать. Опять же, мы уже понимаем, что грусть, она сама происходит. И тогда мы можем просто быть рядом, просто быть надежными, прочными. И если человек сам захочет, он может к нам обратиться. Второе, если мы видим, что человек грустящий уже как будто бы готов и хочет поговорить о том, что произошло, о том, что он утратил, мы можем немножечко подойти поближе в эмоциональном плане. Мы можем начать сочувствовать, но здесь важно не торопиться. Лучше заговорить позже, чем раньше. Лучше задать вопрос позже или не задать его вовсе. Дайте самому человеку рассказать вам, сказать, обратиться с вопросом. И здесь самое главное, ваше теплое отношение, сочувствие. Утешения тоже должны быть своевременные. И здесь тоже правило не торопиться. Ну и мы можем позаботиться о человеке каким образом? С уважением. Также спросить, что бы было для тебя сейчас хорошо? Может быть, я могу для тебя сделать вот это? Хочешь, мы вместе выйдем. Давай сходим вместе попьем кофе. И самое главное не давить. Сам человек выберет, что для него хорошо. Мы здесь просто как проводник, как человек рядом. И если наш грустящий уже готов к диалогу, уже готов к открытости, и вы видите, что он хочет поговорить об этом, вы можете спросить о потере. Что для тебя это значило? Наверное, это было очень для тебя важно. Наверное, этот человек был тебе очень дорог. Ну и мы можем спросить, а как ты думаешь, что может измениться в твоей жизни? Может быть, что-то хорошее произойдет? Может быть, что-то придет в твою жизнь новое? Сопровождение грустящего довольно сложная история. Но самое главное для нас быть спокойными, не торопиться и сочувствовать хотя бы внутренне. И тогда есть большая вероятность, что мы и этот человек придем к чему-то хорошему, к новым хорошим отношениям. Итак, друзья, я надеюсь, что вы увидели и встретились со своей грустью и поняли, что грусть это на самом деле возможность для нас снова встретиться с собой, заново увидеть жизнь в ее ярких красках. И разрешая себе грустить, по большому счету, мы разрешаем себе быть живыми. И грусть открывает нам дорогу к радости. Берегите себя и до встречи в следующем видео. Всем пока!